Вечером, и послушать, как поет Джойс. Знаете ли вы, что это само по себе чудо? Эта девочка, как же ей все это может приходить в голову? И каждый вечер она поет нам новую песню. Как она может все это сочинять? Действительно смышленная малышка. Благодаря Господь, это дитя. Так вот, завтра в 2.30 в похоронном зале в Чарльстоне, штат Индиана, наша дорогая, спокойная сестра, сестра Колвин, мы отдадим ей последние почести в похоронном зале и у могилы завтра после обеда. Та, которая некогда жила, как вы сегодня, и перешла за завесу, куда однажды перейдете и вы. И все, кто желает посетить служение, безусловно, приглашаются. Конечно, будет огромной помощью для семьи Колвинов знать, что это в Кинее, куда они все так долго ходили в церковь, и так далее будет. Мы будем рады, если вы придете. И я думаю, наш дорогой брат Маткини, тот, который проповедовал на похоронах моего брата много лет назад, проведет основную часть похорона. Меня попросили приехать помочь ему в похоронном служении. Так вот, сегодня вечером я немножко опоздал. У меня столько неотложных дел, даже не знаю, за что браться. Сколько звонков есть, аварии, несчастные случаи, люди звонят, приезжают. Только несколько минут назад выехал из Луиспилля, чтобы пускай вернуться сюда. И оставил неотвеченными несколько звонков, которые не терпят отлагательства. И на них надо ответить, мне кажется, еще сегодня вечером. И теперь молитесь за нас в дальнейшем. И сегодня утром я так и не добрался до моей темы, до седьмой главы послания к евреям. И пока мы сейчас ее открываем, я хочу сделать объявление по поводу собраний брата Грейма Снеллинга, палатки здесь в конце просекта Бригам. «Если воля Господа, я хочу снова быть здесь в среду вечером». И тогда мы определим вечер, когда мы как-нибудь на этой неделе отправимся с делегацией, чтобы побыть у брата Грейма на собрании. И он говорит, приходит довольно много людей, и он будет благодарен, если мы придем и поможем в этом. Брат Грейм Снеллинг, если кто-нибудь из вас пойдет на собрании или желает сказать, это прямо здесь, в конце проспекта Бригам, любой вам скажет, где он находится, как раз в конце игровой площадки стоит палатка. Он ценит ваше участие, потому что мы, как в Кении, пообещали, что окажем ему содействие на сто процентов. Так что мы стараемся помочь. Итак, потом скоро мы подойдем к тому месту, если воля Господа к одиннадцатой главе послания к евреям, через несколько вечеров, если воля Божья, и тогда, я думаю, мы тоже чудесно проведем время. И, о, сегодня утром Господь благословил нас изумительным образом, как Он излил на нас Твой Дух. Итак, сегодня вечером мы ожидаем, что Он снова это сделает. А потом в среду вечером и дальше, и все вечера, которые я пропущу, брат Невил будет здесь продолжать дальше, если меня не будет... Я никогда не знаю, что я буду делать. Сейчас могу быть здесь, а через час пригласят в Калифорнию. Понимаете, не знаешь, куда именно пошлет Господь. Вот почему мне трудно составлять планы маршрутов и сказать, что мы сделаем то-то. Я могу начать что-то делать, а Господь пошлет меня в другое место. Понимаете? Так что мы точно не знаем, что Он сделает. Но если Господа будет угодно, мы сказали, и я думаю, что нам это поручено или заповедано в Библии, если Господу будет угодно, мы сделаем то-то и то-то. Так что если мы случайно не договоримся, что мы, точнее, не явимся по назначенному предписанию, мы чувствуем, что, может быть, Господу не было угодно, чтобы это произошло. Недавно у нас получилась задержка. У нас с братом Роберсоном и братом Улсом. И мы удивлялись, почему. Я сидел там и смотрел на карту, ехали прямо на юг, и мы проехали по дороге 80 километров обратно, прямо на север. А я езжу по магистралям где-то с 14-летнего возраста. И я удивляюсь, как у меня так получилось. Мы все втроем стояли там, мы все ездили по магистралям, смотрели прямо на карту, держались до 30-го шоссе, проезжая через Зеленой, и сделали совсем небольшой поворот, не заметив, что солнце было позади нас, а не впереди нас. Мы ехали на север, а не на юг, и не успели оглянуться, как пересекли дорогу. И я сказал, это не да, дорога, посмотрел туда и потом выяснилось, что мы сбились с пути на 80 километров, ехали прямиком в обратную сторону. Потом, когда мы вернулись, мы разговаривали, и я сказал, вы знаете почему? Мы, может быть, Господь увел нас в эту сторону, чтобы мы где-нибудь там не попали в ужасную аварию. Могло случиться что-нибудь еще. Мы знаем, что все содействует ко благу любящим Господа. Это все, что мы должны всегда помнить. Так вот, сегодня вечером мы начинаем небольшой урок учения, и если я не думаю, что мы дойдем, может быть, в этот вечер и дойдем, то для церкви это важная глава с учением о Десятине. И это обширная тема, на которой мы могли бы задержаться на много недель на одной вещи, как Авраам заплатил Десятин на Милхиседеку. И является ли это необходимым? Мешает ли кому-нибудь там сзади этот вентилятор? Хотите, чтобы его включили? Если он кому-нибудь мешает или дует в лицо какой-то из вентиляторов, если да, то просто поднимите руку, или просто пошлите одного из расстаживающих, пошлите кого-нибудь к этому брату, он выключит его вам, и... Я-то держусь от них в стороне, мне становится жарко, и начинаю потеть потом, не успеешь оглянуться, как я уже охрип. Итак, он направлен на вас. Так что, в любом случае, на меня это не повлияет. Мы хотим, чтобы вам сейчас было удобно. Мы постараемся не отнять у вас слишком много времени, а просто сразу заглянем в слово. И прежде чем мы это сделаем, давайте обратимся на язык к автору. «Итак, Небесная Свет, мы не знаем, что нас ждет в будущем, но единственное, что мы знаем и в чем убеждены, это то, что нас ожидает хорошее. Ибо написано, не видел того глаз, и не слышало уха, и не приходило на то, на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И мы молим, чтобы ты отворил сегодня вечером окна небесные в Своем доме-хранилище, и дал нам Своё Слово, которое будет чем-то подходящим, тем, что умножит нашу веру, как у христиан, и сделает нас более утвержденными в Евангелии, нежели тогда, когда вошли. Даруй это обед. Пусть Святой Дух возьмет Слово Божие и донесет его до каждого сердца, согласно нашей нужде. Мы молим в имя Иисуса, Твоего возлюбленного Сына. Аминь». Так вот, сегодня утром остановились на последнем стихе шестой главы, так что мы сразу же можем перейти в седьмую. «Куда предсечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником, навек почину Мелхиседека». Теперь мы прочитаем первые три стиха, точнее, первые два стиха, или, вернее, первые три стиха седьмой главы, чтобы нам сразу начать. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего». Вот вам плата десятильных. «Во-первых, по знаменованию имени царь праведности, потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, ни начало, не имеющий ни начало дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребываясь священником навсегда». Какое чудесное высказывание! Теперь нам придется вернуться назад в Ветхий Завет, чтобы выкопать эти великолепные самородки. О, как я их люблю! Знаете, в Аризоне мы раньше искали золото, и мы приходили на подходящий на вид участок земли. Мы с мистером Мак-Анелли и видели место, где оказалось, в ямках, где дренажность в канавках, которые называют золотыми песками, и он говорил мне опускаться и тереть песок, и дуть на него. Еще тереть и дуть на него. И я удивлялся, зачем он так делал. Потом выяснилось, понимаете, когда сдуваешь песок, он легкий, и все, даже свинец, легче золота. Золото тяжелее свинца. Так что, когда дуешь, все остальные металлы, и песок, и грязь сдуваются, а золото остается на земле. Поэтому, если находишь золотой песок здесь, это говорит о том, что где-то там наверху есть тонкий слой золота, с которого дождь смыл эти небольшие кусочки. И тогда мы брали кирки, и так далее, и чуть ли не весь холм вскапывали, стараясь найти это золото. Бурили скважины в земле, выкапывали их, устанавливали в динамит, взрывали в глубину, взрывали в шахтах, опускались вниз, пока не находили, чтобы найти главную жилу. Так вот, это мы называем золотоисканием. И сегодня вечером мы пытаемся взять Слово Божье и использовать Его силой Святого Духа, чтобы сдуть с себя все равнодушие и сомнения. Все эти легкие, как пух мелочи, которые просто не имеют никакого основания, не имеют никакого веса в нашей жизни, мы хотим все это сдуть, чтобы найти эту славную жилу. Этой жилой является Христос. И теперь пусть Бог поможет нам, когда будем читать и изучать Его Слово. И почти три последние предыдущие главы мы говорили, слышали время от времени о Мелхиседеке. Я думаю, Павел дает правильное истолкование, ибо Мелхиседек царь Салима, царь Салима. А любой, изучающий Библию, знает, что Салим был раньше Иерусалим, раньше назывался Салимом. И он был царем Иерусалима. Проследите за ним. Священник Бога Всевышнего, то есть Ходатай, тот, который встретил Абрама. Я хочу затронуть его родословие, этого великого человека, чтобы вы, во-первых, знали, кто он, и тогда мы продолжим эту историю. И благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому десятину отделил Абрам. Во-первых, по знаменованию имени царь праведности. Теперь следите. Праведность. Итак, у нас есть самоправедность, у нас есть притворная праведность, у нас извращенная праведность, всякая, но есть одна настоящая праведность. И эта праведность исходит от Бога, а этот человек был царем праведности. Кем же он мог быть? Он был царем праведности. Царем Иерусалима, царем праведности, царем мира. Иисус был назван князем мира, а князь это сын царя. Итак, этот человек был царем мира, тогда он должен быть отцом князя мира. Понимаете? Давайте-ка посмотрим, проследим чуть дальше его родословия, чтобы увидеть, почему мы подходим без отца. Итак, у Иисуса был Отец. Вы верите этому? Конечно, был. Без матери у Иисуса была мать, но у этого человека не было ни отца, ни матери. Без родословия. Ему ни от кого было происходить. Никакого родословия. Он всегда существовал. Без родословия, не имеющий ни начала дней, у него никогда не было такого времени, когда он начался. Ни конца жизни. Это не мог быть никто иной, кроме Бога. Только он мог им быть. Так вот, если вы сейчас заметите, когда будем читать следующий стих, верите? Во-первых, по знаменованию имени царь праведности, я не это хочу затронуть, третий стих. Ни конца жизни уподобляет Сыну Божию. Так вот, он не был Сыном Божьим, ибо, если бы он был Сыном, то он имел бы начало. А у этого человека не было начала. Если бы он был Сыном, то у него должны были быть отец и мать. А у этого человека не было ни отца, ни матери. Но он уподобился Сыну Божьему, пребывая священником навсегда. Так вот, доктор Скофилд хочет сказать, что это было священство, названное священством Мелхиседека. Но я просто хочу несколько минут порассуждать с вами об этом. Если это было священство, тогда это должно было иметь начало. И это должно было иметь конец. Но у этого не было начала и не было конца, и он не сказал, что он встретил священство, он встретил человека и назвал его по имени Мелхиседек. Он был личностью, не динаминацией, не каким-то священством или отцовством. Он, безусловно, был человеком по имени Мелхиседек, который был царем Иерусалима. Нет священства, но царь, без отца, священства не имеют отца. А этот человек был без отца, без матери, без начала дней или конца жизни. Так вот, Сын Божий, кто это был? Это был Иегова. Это был Сам, Сын, могущий Бог. Это не мог быть никто другой. Теперь, заметьте, Он пребывает навеки. Вот здесь о Нем свидетельство, что Он живет, Он никогда не умирает, Он никогда не... Он всегда был только живым. Он пребывает навеки. Так вот, Иисус уподобился Ему. Итак, вот почему есть разница между Богом и Иисусом. У Иисуса было начало. У Бога не было начало. У Мелхиседека не было начало. А у Иисуса было начало, но Иисус уподобился Ему, священник, пребывающий навеки. Так вот, когда Мелхиседек был на земле, он был никем иным на свете, как Иеговый Богом, проявленным посредством творения. Он был здесь, как Сеофания. Однажды Авраам встретил его в своем шатре. И как мы сегодня утром сказали, Авраам узнал его. И он сказал Аврааму, что он собирался сделать, потому что он не хотел оставлять наследника мира слепым по отношению к тому, что он собирался сделать. Позвольте остановиться на этом на минутку и сказать, что у Бога до сих пор такое же самое мнение о Его Церкви. Вы не дети тьмы, вы дети света. И мы, кто блаженны, кропки ибо они наследуют землю. И будет ли Бог, который поступил Авраамом, который должен был наследовать землю, и он сказал, я не скрою всего этого от человека, который унаследует землю, тем более он откроет свои секреты в своей Церкви, которая унаследует землю. Даниил сказал, в тот день будут бегать туда и сюда, умножатся знания. И он сказал, мудрые, в тот день познают своего Бога и будут совершать великие подвиги в тот день. они честивые не познают Бога Небес. Они знают Его по форме и по обряду, как говорилось на нашем первом уроке, но они не знают Его посредством совершенства. А Бог может действовать только через совершенство, потому что Он совершенный. Благословенно Его имя. должен быть совершенный канал, через который действует Бог, потому что Он может действовать не иначе, как только через совершенство. Он никоим образом не может запятнать себя. И потому-то Иисус и пришел забрать наши грехи, чтобы мы стали совершенными, чтобы Бог мог действовать через Свою Церковь. Вот в чем заложен секрет. Вот чего не видит мир. Вот о чем они говорят, что вы сошли с ума. Вот о чем они говорят. Вы не знаете, о чем говорите, так как то, что от Господа является глупым для мудрости этого мира, а мирские вещи являются плоткими для верующего. Так что вы совсем другой человек. Вы живете в другой сфере. Вы больше не от этого мира. Вы перешли от этой жизни в новую жизнь. «Поэтому Бог открывается не миру, не психологу, не образованным служителям, а смиренным сердцем. Его народу, который кроткий, тайны великих дел божьих, он откроет им». Вы понимаете? Вот. Так вот, Аврааму предстояло наследовать мир. Через семя Авраама должны были благословиться все народы. Так что Бог сошел и разговаривал с ним в виде человека. Так вот, Бог всегда был на земле. Бог никогда не покидал землю. Если бы Он оставил землю, то я не знаю, что с ней стало бы. Но Бог всегда был здесь в какой-то форме. О, хвала Его имени! Он был с детьми в пустыне, выходил из Египта в виде света. Он говорил с Авраамом в виде человека. Он говорил с Моисеем в виде человека. Он говорил к церкви в виде человека, его Сына Христа Иисуса. А сегодня Он говорит через Свою церковь, через помаженную церковь живого Бога, через глиняные сосуды, вы ветви, я лоза. Бог по-прежнему говорит. И этот мир видит Иисуса таким, каким вы его представляете. Вот как мир вы написанные письмена, читаемые всеми людьми. Ваша жизнь говорит, кто вы такие. Так вот, этот Авраам на обратном пусте возвращается. Мы на несколько минут вернемся назад и прочитаем о нем в книге Бытие. 14 главе Бытие, по-моему, это там. О, какая здесь прекрасная история. Итак, мы все знаем об Аврааме, как Бог вызвал его из земли Халзейской и из города Ур и сказал ему отделиться от своих товарищей. Бог призывает мужчин или женщин? Он призывает к отделению. Вот в чем проблема с сегодняшними церквями. Они не хотят отделиться от этих плоских неверующих. Вот почему мы не можем продвигаться дальше. Мы просто-напросто попадаем в этот сплошной плоской поток и мы говорим О, Джим хороший парень, даже если он и выпивает, если он и я хожу с ним в бильярдную, но в бильярд я не играю. Я хожу с ней на вечеринки, они рассказывают грязные шутки и так далее, но я-то не рассказываю. Выйдите из среды. Правильно. Отделитесь. Не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, говорит Господь. Не преклоняйтесь под ермо с неверующими и под чужое ермо вместе. Не делайте этого. Отделитесь. И Бог призвал Авраама отделиться от всех своих родственников и ходить с ним. Брат, иногда это значит оставить церковь. Так случилось с Павлом, ему пришлось оставить свою церковь. Так случилось со многими. Иногда это значит уйти из дома. Иногда это значит оставить отца и мать и оставить всех. Я не хочу сказать, что такое происходит каждый раз, но иногда так и есть. Это значит, что вы должны убрать все, что между вами и Богом, и ходить только с Ним. О, это благословенное сладостное общение. Это общение, которое вы имеете, когда отделяете свое себя от мирских вещей и плотских верующих, которые высмеивают вас и ходите наедине со Христом. Сколько раз я благодарил Бога. Он сказал, я дам тебе отцов и матерей в этом нынешнем мире, я дам тебе друзей и товарищей, я никогда не оставлю тебя, я не покину тебя, даже если весь мир отвернется от тебя, я буду идти с тобой до конца пути. какая блаженная привилегия, что человеку брошен этот вызов следовать за Господом Иисусом, а делиться от всех своих плотских товарищей, чтобы следовать за Господом. Если увидишь, что какой-то человек не ведет себя как следует и представляется как христианин, но любит плотские вещи, вам лучше сразу же поискать другого товарища. Правильно. Если никто не будет ходить с вами, есть Тот, Кто обещал ходить с вами, это благословенный Господь Иисус, Он будет ходить с вами. Бог сказал Аврааму, «Отделись!» И как свойство на всякому человеку, Авраам взял с собой папу, он взял с собой сына, своего брата, своего племянника, все висело на нем, и Бог не благословлял его до тех пор, пока он не сделал того, что Бог сказал ему сделать. я не говорю, что вы не христианин, это, я никого не исключаю из христианства, но я скажу вот что, если Бог сказал вам что-то сделать, Он мне благословит вас с дольки шпор, пока вы этого не сделаете. Я стою сейчас за кафедрой, и на мне висит одна из таких вещей. Последние два года мои собрания не были такими, какие они должны быть. Это потому, что я подвел Господа. Он сказал мне, «Отправляйся в Африку, а потом в Индию». Вот это написано прямо здесь, в конце этой книги. И менеджер позвонил мне, сказал, «Пусть африканцы потерпят, Индия готова». Святой Дух встретил меня, сказал, «Ты поедешь в Африку, как я тебе сказал». И прошел еще один год, и менеджеры, «Я забыл об этом», он сказал, «Но едем в Индию, билеты уже здесь». Я отправился, забыл об этом, пока не приехал в Лиссабон. Однажды ночью, когда я думал, что уже умираю, на следующее утро я намерился пойти в ванную помыться. О, мне было так плохо, я с трудом мог стать в тот свет, «Завис там в ванной». Сказал, «По-моему, я сказал тебе поехать сначала в Африку». Кого времени мои собрания постепенно угасали? Хотя я поехал в Индию, и там было почти полмиллиона, но это не было исполнением того, что Бог сказал сделать. Я чувствую, что мои собрания не будут успешными до тех пор, пока я не поверну, прямо назад и исправлю это дело. Что бы я ни делал, во-первых, Африка, потому что ты должен это сделать. Бог там лежит, Божье вечное слово. Я знал, что так нельзя делать, но я должен вернуться. Я чувствую, что в следующем году будет то время, когда я вылезу из скорлупы с помощью Господа. Это славная стародавняя Евангелие, которая постепенно росла, подобно дубу, но я верю, что сейчас оно почти готово раскинуть свои ветви. Я верю этому, этому великому посланию, великому делу. Я верю, что Господь позволит нам еще раз встряхнуть этот мир для славы Божьей. Ты должен делать то, что Бог сказал тебе сделать. А Авраам пошел, как ни в чем не бывало, взял с собой родню. Он любил их, хотя человеческая сторона, но спустя некоторое время вскоре умер его отец, и он его похоронил. Потом у него был племянник, и тогда начались раздоры и споры. И, наконец, Лот сделал выбор и отправился в Содом. И вы обратили внимание на Авраама? Он не спорил с Лотом. Он сказал, мы братья, мы не должны спорить, но подними голову свою и иди в любую сторону, куда только захочешь. Если пойдешь на восток, я пойду на запад. Если пойдешь на север, я пойду на юг. Таково христианское отношение. Желайся отдать другому лучшую часть договора. Всегда. Предоставьте это ему, пусть он выбирает. А почему? Что же побудил Авраама это сделать? Он знал, что Бог обещал ему, что он все равно все унаследует. Аминь. Так что, избавили шалаш, чего нам тужить? Все принадлежит нам. Благословенны кроткие, ибо они наследуют землю. Все это принадлежит нам. Бог так сказал. Так что, дайте человеку выбрать лучшее, если он хочет. Может быть, это все, что он получит. Но все это принадлежит вам, наследникам спасения по обетованию. Это все ваше. Итак, Сара, самая красивая женщина в стране. Она сидела там, на склоне холма, со своим мужем, как ей было положено. Она обыкновенно, возможно, носила обыкновенные пиццевые платья, или как вы там называете, в то время, как госпожа Лотт одевалась как миллионерша, а ее муж был мэром города. Он был судьгой, который сидел у ворот. У нее было все, ходила на все кружки, пашитью и корсежные вечеринки, что только были в Содоме и Гаморе. Но в царе было приятнее жить со своим мужем на скудном пайке и знать, что оно находится в воле Божьей, нежели наслаждаться богатствами, точнее, временным наслаждением богатствами. Правильно? Вот когда посещает Бог. И однажды, как только вы ступите не на тот путь, когда-нибудь это точно вас настигнет. Вы можете думать, что с вами будет все в порядке, вы можете думать, что вы идете сухими из воды, но это не так. Может казаться, что все шито-крыто, но ничего не шито-крыто. Бог все знает. Он знает, действительно ли вы подразумеваете, что исповедуете, или нет. Он знает, действительно ли вы верите Ему и спасены, и приняли Его, и умерли для мирских вещей, и живы во Христе. Он это знает. Так вот, мы обращаем внимание на Авраама. Я хочу, чтобы вы заметили этот истинный дух, «О блаженство в том, что здесь все по благодати». Я хочу, чтобы вы сейчас почитали со мной с 14 главы Исхода. Минуточку. Так вот, первое, что произошло, когда они туда пришли, Лод попал в беду. Почему? Он был вне воли Божьей. И если вы попадаете в беду, тогда, когда вы в воле Божьей, то Бог поможет вам выбраться. Но если вы в беде вне воли Божьей, то остается сделать только одно – снова вернуться к воле Божьей. Так вот, все цари объединились и сообразили, что тамошние долины хорошо орошаются, и что они просто пойдут и возьмут этот небольшой Содом и Гаморру и захватят. Так они и сделали. И когда они пошли и захватили, они взяли с собой Лота. Теперь я хочу, чтобы вы здесь заметили Дух Христа в Аврааме. Теперь обратите внимание на 14 стих. Авраам услышал, что трудник его, понимаете, трудник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. О, какая благословенная мысль о благодати! Авраам, когда его брат, хоть и отпадший от благодати, хоть и в этом отступническом состоянии, когда он услышал, что мир захватил его и взял его в плен и забрал, чтобы его убить, Авраам действовал Духом Христа. Он пришел и вооружил всех своих людей, рожденных в его доме, и погнался за ними и преследовал их до самого Дана. Авдам – это самые отдаленные части Палестины, Авдамо до Версавии, от одного конца до другого, и это прообраз Христа. Когда он увидел, что мир захватил, был падшим, он преследовал врага до конца, чтобы принять обратно падшую расу Адама. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на следующий стих, как сладостно говорит здесь через него дух. Хорошо. Теперь пятнадцатый стих. И возвратил все имущество. И лота, стройника своего, и имущество его, возвратил также и женщин и народ. Когда Авраам погнался за врагом, который захватил его брата, он преследовал его через всю страну до самого Дана и возвратил все, что он усерял во время падения. Что за прекрасная картина Христа, который услышал с небес, что мы были потерянными, и пришел и преследовал врага до самого ада. И отвоевал посеренные души, и возвратил нас, и восстановил нам все, что у нас было до падения. Мы отступники. Мы рожденные быть сынами Божьими, которые извратились сыновей дьявола, и стали, гонялись за мирскими вещами, поступая неправильно, и носились с жадностью, как лод, распродавая свои права первородства и увлекаясь мирскими вещами, Христос пришел, хоть и по шаге, Бог знал вначале, кто будет спасен, а кто нет. Поэтому сошел и преследовал врага в жизни, в смерти, в раю, до ада, и от славы, до самого ада, и преодолел силы ада, и отопрал у дьявола ключи, и воскрес и принес восстановление человечеству, чтобы они снова могли быть сыновьями и дочерьми Божьими. Видите там дух Лаврааме, дух Христа, идущий с ним. Теперь я хочу, чтобы вы еще дальше обратили внимание, когда будем читать. царь Содомский вышел ему навстречу, когда он возвращался после поражения этого царя из Тедурлаомера, Кедурлаомера, и царей, бывших с ним, в долину Шабе, что ныне долина царская. Они вышли. Царь Содомский был возвращен. Его брат был возвращен. Веси были возвращены. И вот цари вышли навстречу ему, а также, именно здесь я хочу сейчас подойти к посланию. Видите здесь. И, и, Мелхиседек, царь Солимский, царь Иерусалима, царь мира, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки небес и земли». Мелхиседек, царь Солима, также представился среди других царей. И заметьте, сражение закончилось. Дух Божий, Христа, в Аврааме, который возвратил своего падшего брата и вернул его в надлежащее состояние ко всему, что он потерял. Он возвратил это. И когда он это сделал, он вынес хлеб и вино. Причастие. Разве вы не верите, кем был этот Мелхиседек? Это был Бог. Вынес причастие после сражения. Теперь давайте снова быстренько откроем Матфея 26, 26 и посмотрим, что здесь сказал об этом Иисус. Евангелие от Матфея в 26 главе и также в 26 стихе. Мы хотим немножко прочитать здесь? Хорошо. Матфея 26, 26 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Голгофа, Голгофа, или я имею в виду Гестемания, и сказал ученикам, посидите тут, пока я пойду туда помолиться. По-моему, у меня нет то местописание. Матфея 20, 26 стих, 26 главы. Если кто-нибудь нашел, прочитайте его мне. Если вы его найдете. Одну минутку. Здесь прекрасный прообраз, и я не хочу, чтобы вы это пропустили. Вот оно. Это то, что нужно, сестра. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, что это было такое, сражение закончилось, преломил, и, раздавая своим ученикам, сказал, «Примите, и едите, и ей есть тело мое». Видите этого мелких седека? За сотни лет до этого, когда он встретил Авраама, после того, как закончилось сражение, он подал хлеб и вино, и тут Иисус дает ученикам, после того, как закончилось его тяжелое сражение, он дал им хлеб и вино. Проследите, посмотрите, что было потом. «И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть строжь моя нового за лето за грехи, изливаемое и оставление грехов». Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода всего виноградного до того дня, когда опять буду пить с вами в царстве отца моего. Мы сейчас на сражении. Мы идем за нашим падшим братом, которого Бог прежде основания мира видел и предопределил вечной жизни, и мирские вещи вихрем захватили его. Он со своей женой в светских обществах и в шике-блеске шатается по улицам, курит и пьет и хустит, пытаясь найти успокоение, и в нас Дух Христа, как Он был в Аврааме, мы пошли за Ним во все оружие Божьим, ангелы Божьи ополчаются. Мы отправились, чтобы вернуть нашего падшего брата, и когда сражение наконец закончится, мы снова встретим Мелхиседека, благословен Бог, который благословил там Авраама, и дал ему благословение, и дал ему хлеб и вино при счастье, и когда закончится сражение, мы встретим его, мы являющиеся наследниками обетования Авраама, сонаследниками со Христом в царстве, встретим его в конце пути, и снова возьмем хлеб и вино. когда закончатся сражение, кто же этот Мелхиседек? Тот, у которого не было отца, не было матери, не было ни начала дней, ни конца жизни. Он будет там, чтобы снова подать причастие. Вы понимаете? Когда мы остановимся по определенным вечерам, когда мы собираемся и принимаем причастие из рук служителей, показывая, что мы верим в смерть, погребение и воскресение Господа Иисуса, той завесой Его тела, в котором Он скрывался, как за завесой, Бог, мы принимаем это тем самым, показывая, что мы умерли для мирских вещей и разделились заново от Духа, и мы входим с телом Христа, все верующие вместе, когда закончатся Великие Сражения, и мы снова предстанем за Христом, мы с Ним опять примем причастие в Дарстве Божьем и будем снова есть плоть и пить кровь виноградной лозы в Царстве Божьем. О, вот Мелхиседек, вот кем он был, теперь давайте здесь прочитаем о нем немножко дальше. И 18-й сит, и Мелхиседек, царь Солимский, вынес хлеб и вино. Вы улавливаете? Он был священник Бога Всевышнего и благословил его, и сказал «Благословен Авраам от Бога Всевышнего в лобике небес и земли и благословил его и благословил и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Он заплатил десятину Мелхиседеку. Авраам дал ему десятую часть добычи. Так вот, я хочу, чтобы вы здесь заметили, когда Павел продолжает говорить, закладывая основу для последующего урока, «И сказал царь Содомский Аврааму, «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Итак, царь Содомский сказал, «Ты только отдай мне моих подданных, а имение забирай себе». Но Авраам сказал царю Содомскому, «Поднял руку мою к Господу, Богу Всевышнему, там Элохим, Владыка Небес и Земли». Богу Всевышнему, Владыке Небес и Земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму. У него не было большой компании по сбору денег. Ему нужен был только его падший брат. Не возьму всего твоего, чтобы ты не сказал, «Я обогатил Авраама», кроме того, что съели отроки и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание. Авраам сказал, «Я даже нитки и ремня от обуви не возьму». Он не вел войну, чтобы добыть много денег, и настоящие истинные сражения не ведутся из корыстных побуждений. Войны не ведутся из-за денег. Войны ведутся за мотивы, за принципы. Люди ведут войну за принципы. И когда Авраам отправился за лотом, он пошел не потому, что узнал, что он мог разбить царей и забрать все их имущество, он отправился из принципа спасти своего брата. И любой служитель, который послан под вдохновением царя небес, не пойдет за деньгами, и он не пойдет создавать в большие церкви, и он также не пойдет воодушевлять динаминации, он пойдет только из одного принципа, а именно вернуть своего падшего брата. Получит он 10 центов приношения или не получит, для него это не будет иметь никакого значения. Как я говорил, настоящие войны ведутся и происходят из принципов, а не из-за денег. И мужчины и женщины, которые присоединяются к церкви и приходят в церковь, чтобы быть популярными, потому что к ней принадлежат джонсы, или меняют церковь, маленькая церковь на большую церковь. Вы делаете это из корыстных побуждений, и правильный принцип за этим не стоит. Вы должны быть готовы стоять на передовой. здесь, в этой скинии, когда что-то идет не так, а вы, мужчины, и вы, женщины, убежите и уйдете в другое место, или будете отлеживаться, пока не закончится небольшой переполох или волнение, что-то не в порядке с вашим переживанием. Правильно. У нас здесь есть обычаи, у нас здесь есть порядок. Эта церковь основана на принципах Библии. Если здесь кто-то неправильно поступает, и вы думаете, что он неправ, пойдите к нему и поговорите с ним. Если вы не можете его примирить, тогда возьмите с собой какого-нибудь брата, одного или двоих. Если он и тогда не примирится, тогда расскажите это церкви. И церковь отстранит его, не будет больше иметь с ним общения. И Иисус сказал, что вы разрешите на земле, то я разрешу на небесах. Вот почему у вас столько неприятностей, потому что вы не следуете принципам Библии. Если кто-нибудь в церкви вызывает беспокойство, или что-то идет не так, ваша обязанность не идти и говорить о том мужчине или той женщине, ваша обязанность пойти к тому мужчине или женщине и сказать ему о его ошибке. Если он вас не послушает, возьмите с собой кого-нибудь другого. Если он этого не такова власть церкви. Тут недавно один проповедник, мой хороший друг, у него был сын. И тот парень ходил в церковь, его же церковь, он дошел до того, что стал встречаться с какой-то девушкой, которая курила и выпивала дурного поведения. Проповедник сказал, конечно, это его дело. Мой сердечнейший друг и замечательный парень, но он до мезумия влюбился в какую-то молодую женщину, а она была замужем, имела детей, ее муж был жив, он боялся, что у них будет что-то парень женится на ней, так что этот брат был в таком разбитом состоянии, он сказал мне, брабангам, я хочу, чтобы ты сходил к такому-то моему сыну, я хочу, чтобы ты с ним поговорил, я сказал, брат, чуть не назвал его имя, у тебя есть способ получше не посылай меня. Если этот парень не живет подобающе и церковь увидела, что он поступает неправильно, тогда именно церковь должна этим заняться. Это оставлено церкви, и церковь идет и говорит ему, так что он взял брат и пошел и сказал ему, а он набросился на того брата, сказал ему, чтобы тот не совал свой нос, не свое дело, и ему сказал то же самое, он взял еще одного брата, еще двоих, двоих диаконов, пошел и сказал парню, он не хотел слушать, они рассказали это церкви, и в течение нескольких вечеров он не приходил примириться с церковью, после того, как о его грехе было сказано перед церковью, тогда церковь отлучила его, и где-то через месяц его подкосило воспаление легких, и врач сказал, у него никаких шансов на жизнь, тогда он приполз обратно, Бог знает, как это сделать, мы пытаемся это сделать сами, о, ты должен вышвырнуть из церкви такого, ты должен сделать одно другое течение, а вы выполнили в этом свою роль как церковь, вот вам, пожалуйста, вот как надо заставлять их приползти обратно, предать их один раз дьяволу, что сказал Павел об этом человеке, который жил там со своей мачехой, они не могли его примирить, сказал, предайте его дьяволу, наблюдайте, что происходит, затем в следующем письме Павел написал, что этот человек исправился, конечно, Бог умеет все это делать, если мы только будем следовать его правилам, если в церкви что-то идет не так, если это стихи собрания, каждое из вас братья, которые на совете дьяконов, если один из вас дьяконов неправильно ведет себя, другие дьяконы приходят и проводят собрания, стараются примирить этого брата, говорят ему, что он делает, или один из вас членов, кем бы вы ни были, тогда это должно быть представлено ему, если он не исправится, тогда придите, расскажите пастору, потом он обращается о церкви, тогда пусть он будет на язычник и мытарь, затем наблюдается, как Господь начнет над ним работать, понимаете, вот когда он придет с себя, вот когда он приползет, но мы, знаете, стараемся и делаем это сами, пытаемся сделать все по-своему, так у нас никогда не будет успеха, так вот, этот Мелхиседек, царь Салима, князь, священник Всевышнего, встретил Авраама и благословил его, и дал ему свою десятину, Авраам дал, и он был царем Салима, и он вынес хлеб и вино в причастие, и дал это Аврааму в толстые сражения, когда тех людей отвоевали, так вот, все воины, как я говорю, ведутся из принципов, и так, если у вас в церкви небольшая война, должен быть правильный принцип, вы должны бороться за правильное, и каждый член церкви должен это делать, так вот, это учение для церкви, для этого мы здесь и находимся, для этого я здесь и стою, для этого и существует Божье Слово, для церкви, никогда не позволяйте чему-то препятствовать этой церкви, если такое есть, то вы виноваты, каждый из вас, и вы в своих разных церквах, если в вашей церкви что-то идет не так, вы виноваты, потому что вы смотрите в той церкви, это не обязанность пастора, это не обязанность Совета Дикануф, это ваша обязанность, вы как индивидуумом должны пойти к тому брату и постараться примирить его, если нет, тогда возьмите с тобой двух или трех, потом возвращайтесь, если он этого не послушает, скажите, это церкви, тогда он отлучается от царства Божьего, Бог сказал, если вы отлучите его там, то я отлучаю его здесь, если вы исполнили этот порядок, тогда он пошлет на него дьявола для устроения, для измождения его плоти, и тогда он вернется, правильно, вот как надо заставить его вернуться, если он чадо Божье, он вернется, если нет, то, конечно, он будет так и продолжать, и тогда дьявол отправит его дальше в его вечное место, теперь, мотивы этого, если вы кому-нибудь просто что-то приписываете, тогда другое дело, но если человек виноват, и Лот пошел и отспал, хотя он был евреем, он пошел и был отступником, он был благодатен, но она спала от нее, и когда он вышел, и Лот, Лот был спасен, никогда не думайте, что Лот не был спасен, он был спасен, потому что все время, когда он был не там, где нужно, Библия говорит, что гречи, Содома, ежедневно мучили его праведную душу, а его плод делало одно, и каким был его конец? Он навлек еще больше позора, его жена превратилась в соляной стол, он имел детей от своих же дочерей, так что вы видите, какое это навлекло позор, потому что он отпал от благодати и так и не возвратился обратно, и Богу пришлось забрать его с земли, но все равно он был падшим братом, и Авраам сделал все, что смог, чтобы вернуть его обратно, и тот дух, который был в Аврааме, является духом Христа, который сегодня в церкви, неважно, что сделал брат, вы сделаете все, что можете, чтобы вернуть его обратно в общение со Христом. Неважно, что он сделал, вы будете стараться изо всех сил. Так вот, хотелось бы сейчас снова обратить здесь внимание, я все время, как продолжим этот урок об этом мелкий Седеке, об этом великом священнике Салима и владыке небес и земли, так вот, во-первых, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Теперь следите. Он не был Сыном Божьим, Он был Богом Сына. Он не был Сыном Бога, Мелседекием не был, но Он был отцом Сына Божьего. Так вот, это тело, которое у Него было, Он сотворил. Оно не было рождено через женщину. Поэтому с тем сотворенным телом Он не мог, что-нибудь Он создал Себя, чтобы открыть Себя. Бога никто никогда не видит. Бог есть Дух. Смертные глаза не видят всего этого, если только это не в какой-то форме, как, например, ровный столб, или что бы там ни было, или в виде какого-то существа, которое они видели в видении. Но Бог должен каким-то образом открыть Себя. И Бог открыл Себя Аврааму в виде человека. Он открыл Себя Моисею в виде человека. Он открыл Себя Детям Израильским в виде огненного столпа. Он открыл Себя Иоанну Крестителю в виде голубя. Вы верите? Он открывал Себя в этих формах. И когда Он открывал Себя в виде человека, как царь Салима, Иерусалима, не земного Иерусалима, а небесного Иерусалима, Он открыл Себя в той форме. Он уподобился Сыну Божьему. Так вот, Сын Божий должен был родиться через женщину, быть сотворенным здесь через утробы женщины, потому что через то же самое пришла смерть. И Он не мог прийти через творение, как Бог сделал вначале, когда Бог создал человека вначале, женщина не имела к этому никакого отношения. Бог просто сказал, «Да, будет!» И человек появился из праха. Он назвал его. И никакая женщина не имела к этому никакого отношения. Но женщина тогда была в этом человеке. И Бог взял женщину из Бока Адама, правильно? А потом женщины начали рожать людей через секс. Так что единственное, как Бог мог сделать, Он не мог прийти в Туэтиофание, Он не мог прийти, как милседарь, Он должен был прийти, как человек, и Он должен был прийти через женщину. Твое семя будет поражать голову змея, а его голова будет жалить тебя в пяту. Понимаете? Бог должен был прийти через женщину. И Он это сделал, когда обитал в теле Его Сына Христа Иисуса. Бог был во Христе, примиряя с Собой мир. И Он принес Свою собственную кровь как жертву и отдал Свою жизнь, чтобы посредством смерти Он мог спасти вас к вечной жизни. Поэтому тогда Бог пришел, и Он уподобился Сыну Божьему. Понимаете? Он был человеком, ставшим подобным Сыну Божьему. Так вот, Он не мог быть Сыном Божьим, потому что этот человек вечный. У Сына Божьего было начало, у Него был конец. У Него было время рождения, у Него было время смерти. У Него было и начало, и конец. У Него был и отец, и мать. А у этого человека не было ни отца, ни матери, ни начала, ни конца времени. Но Он сделался, этот человек, Милхиседек, уподобился Сыну Божьему. Так вот, Сын Божий, когда Он пришел в мир, в виде женщины, точнее, через женщину, в виде мужчины, и был убит, воскрес на третий день, воскрес для нашего оправдания, теперь Он пребывает вовек. И пока пребывает то тело, мы тоже пребываем. И поскольку Он воскрес из праха, мы будем воскрешены в Его подобии. Вот эта евангельская история, благословенное имя Господня, не ангелы, не сверхъестественные существа, не крылатые существа в перьях, но мужчины и женщины. Аминь! Стоят в Его подобии! Да, господа! Как я часто говорил, я сейчас скажу это еще раз, это кажется подходящим. Я укладывал, наверное, эти пять-шесть волосинок, которые у меня остались. Моя жена сказала, «Билли, ты лысеешь», я сказал, но я не потерял ни одной из них. Она сказала, «Где же они?» Я сказал, «Скажи мне, где они были до того, как они у меня появились». Я скажу тебе, где они ожидают меня. Это так! Я раньше был борцом, боксером. Я был сильным и крепким. И я чувствовал себя так, что если бы эту церковь положили мне на спину, я бы расшелся быть с ней по улице. Я скажу вам, «Сейчас, каждое утро, когда я встаю, я осознаю, что прошло уже 40 с чем-то лет». Видите, я не такой, каким был раньше. Я с каждым днем слабею. Когда я смотрю на свои руки и думаю, «Посмотри-ка, я становлюсь стариком». Я смотрю на свои плечи, я вижу, что набрал много веса. Размер талии у меня раньше был 28-й, а теперь у меня 30-й. Видите, я старею, толстею, угасаю. Что это? Я ем то же самое, что ел раньше? Я живу опрятнее, лучше, чем жил раньше? То же самое, но Бог определил мне время, и я должен это принять. Но что за блаженная мысль? В тот день он воскресит меня, и полностью, каким я был тогда, когда мне было 25 лет, таким я буду снова навсегда. Аминь. Вот вам, пожалуйста. Что же мне беспокоится о старости? Я из года в год буду валить этим дьяволом на пола, зная то, что я верю ему. Эта жизнь человеческая все равно совсем коротка. Если бы мы прожили только 7 десятков, до 70 лет, обещанное нам время, то что это, как нестрадание и скорбь? Что это? Поменяли бы вы этот чумной барак на то славное? Еще бы, благословенно, имя Господне. Что-то внутри меня встретило однажды этого милки Седека. И он проговорил мне покой, и он дал мне вечную жизнь. И эта жизнь не значит ничего, кроме хижины, через которую можно проведать Евангелие. Я говорю это со всей искренностью, с этими двумя Библиями, открытыми передо мной. Если бы мой Бог закончил со мной с проведением Евангелия, я больше ничего не смог бы для него сделать. Мои дети были бы достаточно взрослыми, чтобы позаботиться о себе, и он захотел бы забрать меня прямо сейчас. То, аминь, я это решаю дело, да, господа? Какая разница, 80 мне лет или 20? Я здесь только для одного, служить Господу. Вот и все. Если я смогу по-прежнему проведать Евангелие, как это делаю сейчас, когда мне будет 80, то какая разница, 40 мне лет или 80? Сегодня есть много 80-летних мужчин, а многие здесь умрут, тогда как 80-летний мужчина переживет многих из них. Какое это имеет значение? Главное, ваши побуждения, ваши принципы. И мы здесь, чтобы служить Господу Иисусу. Вот и все, зная то, что сия жизнь — это пар, о котором говорит человек, которая некогда была, а потом не стала. Но если у нас есть вечная жизнь, то Бог обещал, что Он воскресит нас, и мы примем с Ним причастие, когда дни будут сочтены, и когда Он скажет «Войди в радость Господа, уготованную для себя от основания мира». Тогда какое это имеет значение? Есть ли у нас что-нибудь или у нас нет? Молодые мы или пожилые? Какое это имеет значение? Главное, готовы ли вы встретить Его? Любите ли вы Его? Можете ли вы служить Ему? Вы покончили с мирскими вещами? Вы встретили Милка Седека? С тех пор, как закончилось сражение, благословен Бог, мне было около 21 года, и однажды я сражался с одним, другим и третьим. Я не мог определиться, хотел ли я стать борцом, или хотел ли я расставлять капканы, или быть охотником, или кем я хотел быть, но я встретил Милка Седека, и Он дал мне причастие. И с тех пор вопрос был решен навсегда. Аллилуйя! Я встал в мою сторону. Я радовался на пути. Когда дойду до конца пути, и смерть уставится мне в лицо. Как я чувствую сейчас, я вовсе не буду ее бояться. Я пойду, когда предстану перед ней, зная то, что я знаю Его, кто дал обетование. Правильно, что я знаю Его, в силе Его воскресения. Когда Он вызовет из среды мертвых, я выйду из их среды. Правильно, зная Его, в силе Его воскресения. Какое имеет значение, старый я или молодой? Маленький я или большой? Птицы я или голодный? Есть у меня место, где прилечь или нет? Птицы имеют гнезда, гнезда и листы имеют норы, а Сыну Человеческому негде прегвонить в свою голову, но Он был царем славы. Мы сегодня являемся царями и священниками. Какое имеет значение, имеем мы или не имеем? До сих пор, пока мы имеем Бога, мы больше, чем завоеватели. Мы больше, чем завоеватели. Мы находимся в присутствии Бога, в общении Святого Духа, принимая духовное причастие из рук того, кто застретельствовал. Я тот, кто был мертв и снова жив, и я жив во веки веков. Восстыдай вместе в небесных местах во Христе Иисусе. О, благословенно Его святое имя! Какое это имеет значение? Избарь, шалаш, какая беда! Построю дворец для меня в небесах бриллианты из золота и серебро, с казнетой несметной, не счесть все добро. Однажды я встретил Его, когда пришел после сражения. Я сложил свои трофеи, и с тех пор я не вел ни одного сражения. Он ведет их за меня. Я буду просто почивать на Его обетовании, зная то, что я знаю Его, или Его воскресенье. Это все, что имеет значение. Что еще имеет значение? Что мы можем сделать? Кто заботно сможет прибавить себе росту хоть на один локоть? Чего вам беспокоится? Курчавые у вас волосы, или есть они у вас, или нет? Какое это имеет значение? Пожилые вы, или седые, сутулые вы, или нет? Какое это имеет значение? Аминь! Это только на время. На короткий промежуток времени, но то на веки и навсегда. И в то время, как будут проходить эпохи и проноситься века, вы никогда не изменитесь, и вы во все его непрерывные вечные века. Какое это имеет значение? Я так рад, что встретил Его. Я так рад, что Он однажды дал мне причастие. Тот же самый мелкий седек, который встретил Авраама, идущего с поражения царей. Конечно, Бог Небес и Лохин. Великий Я есть. Не Я был, Я есть. Настоящее время. И Он благословил Его. Послушайте здесь еще чуть дальше, чтобы нам получше связать этот урок. Теперь четвертый стих. Теперь верите, как велик Тот. Я как раз тоже так думаю. Верите, как велик Тот. Он выше Сына Божьего. У Сына Божьего был отец и мать, а у Него не было. У Сына Божьего было начало времени и конец времени, а у Него не было. Кто это был такой? Это был Отец Сына. Вот кто это был. Видите, как велик Тот, которому Явраам, патриарх, дал десятину из всей добычи. Теперь слушайте внимательно. Получающие священство из сынов левиенных имеют заповедь брать по закону десятин из народа, то есть своих братьев, хотя и сии произошлятшие с Аврамовы. Теперь понаблюдайте за этим, если вы хотите кое-что увидеть. Но сей, не происходящие для от рода их, получает десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. У Авраама было обетование, и этот человек благословил Авраама, который имел обетование. Кто это был такой? Сыны Леви, я платил их десятину своим бракам, точнее, их братья платили им десятину. Они имели заповедь от Господа, брать десятую часть из того, что зарабатывали себе на жизнь их братья, потому что они были священством. Так вот, это как раз так и и исключает священство Милхисенек, о котором вы говорите, правильно? Но этот человек, даже тот, у кого было обетование, величайший человек на земле, Авраам, встретил этого человека и заплатил ему десятину. Он должен был быть более великим. Послушайте. Без всякого же прикословия меньше и благословляется больше, конечно. Следите, кто он. И здесь десятину берут человеки смертные, то есть священства, чины священников и проповедников и так далее, десятину получают люди смертные. Понимаете? А здесь, имеющие о себе свидетельство, что он живет. Для чего человеку брать десятины, если он никогда не рождался и никогда не умрет, и был от начала до конца, и никогда не имел ни отца, ни матери, ни родословия, и владел всеми небесами и землей и все, что в них? Зачем ему брать десятину? Зачем ему просить Авраама заплатить десятину? Вы видите, как это? Строго платить десятину? Десятина. Это правильно? Каждый христианин обязан платить десятину. Правильно. Никогда не менялось. Теперь. И, так сказать, сам Левий, принимавший десятину, в лице Авраама дал десятину. Теперь, о, вот это что-то, ибо он был еще в чеслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Что? Левий Авраам был пра-празедом Левия. И Библия здесь говорит, что Левий заплатил десятину, когда он был в чеслах Авраама. За четыре поколения до того, как он родился на земле, он платил десятину Мелхиседеку, благословенное имя Господне. И потом вы еще не можете поверить в предопределение до назначения. И вот за четыре поколения до того, как Левий вышел из чресла Авраама, он платил десятину Мелхиседеку. Хотелось бы иметь время, чтобы проследить это по Писанию. Если бы вы обратились, например, к Еремии 1.4, Бог сказал, «Я опознал тебя даже прежний, нежели ты был образован во чреве Матери Своей, и я осветил тебя, и пророком для народов поставил тебя». Тогда что вы можете сказать о том, что вы сделали? Что я могу сказать о том, что я сделал? Это Бог, являющий милость. Бог знал нас до основания мира. Он не желает, чтобы кто-нибудь погиб, конечно, нет, но если Он Бог, то Он знал, кто будет спасен, а кто не будет спасен, иначе Он ничего не знал. Если Он не знал, если до образования Земли Он не знал, кто попадет в восхищение, то Он не Бог. Если Он безграничный, Он знал каждую блоху, каждую муху, каждую вошь, каждого клеща, которые будут на Земле еще до образования Земли. Правильно. Он знал все. Прежде основания мира, Он знал нас. Библия говорит, что Он знал нас и предопределил нас. Давайте хоть раз окончательно уладим это. Давайте на минутку вернемся к Ефесянам, первой главе, первой главе Ефесянам. Я хочу здесь на минутку прочитать, чтобы вы действительно поняли, что это не просто то, что я хочу вам сказать, а то, что Бог хочет вам сказать. Понимаете? Теперь слушайте это очень внимательно. Первая глава Ефесянам. Павел, волею Божией, и апостол Иисуса Христа, тот же самый человек, который написал письмо к евреям, пишет это письмо. Святым, а это не к неверующим, но к святым, освященным, находящимся в Ефеся и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа, благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесных местах, так как Он... Слушайте внимательно, 4 стих. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Кого это нас? Черковь. Он избрал нас в Нем во Христе прежде создания земли, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Тебе через Иисуса Христа по Своему собственному благоволению воли Своей. Кто это сделал? Бог это сделал. Бог от начала знал, кто будет спасен, а кто не будет спасен. Конечно, Он не желал, чтобы кто-нибудь погиб. Но Он послал сюда Иисуса не для того, чтобы просто посмотреть, поведете ли вы себя таким образом. Ну что ж, бедный Иисус, мне Ему так жалко, может быть, мне лучше спастись в качестве подтверждения. Нет, господа, Бог вначале знал, кто будет, а кто не будет. Итак, следовательно, Он знал, что некоторые будут, поэтому Он послал Иисуса, чтобы совершить Ему издевление за тех, кого Он предузнал. Ибо тех, кого Он предузнал, Он призвал. И тех, кого Он призвал, Он оправдал, а тех, кого Он оправдал, Он уже прошедшее время прославил. Вот вам, пожалуйста. Так что это не вы храните себя, это благодать Божья хранит вас. Не вы спасли себя, и вы не сделали ничего, чтобы заслужить спасение. Это Божья благодать спасла вас. Божья благодать призвала вас. Божье предузнание знало вас. Он знал, что вы будете сегодня вечером в этой церкви, до того, как было заложено основание мира. Если Он безграничный, если Он не таков, то Он не Бог. Если же Он все знал, то Он был Богом. Если Он не знал всего, то Он не был Богом. Если Он всемогущий Бог, то Он может делать все. Если Он не может делать всего, то Он не всемогущий Бог. Вот вам пожалуйста. Так как вы можете сказать, что вы могли что-то сделать? Вы ничего не можете сделать. Божья любовь и благодать вам даже в том, что вы здесь находитесь. Вы ничего не смогли бы сделать. Бог призвал вас по своей благодати. Вы послушали, услышали, приняли. Ну, вы скажете, это же дает полную свободу. Конечно же. Вы свободны. Ну, тот парень может делать все, что захочет. Абсолютно. Я всегда делаю то, что хочу делать. Но если вы христианин, но вы не хотите поступать неправильно. Сейчас там сзади сидит одна девушка, моя жена, я люблю ее от всей души. Если бы я знал, что могу встречаться с другой женщиной, и мне сошло бы это с рук, подошел бы к ней и сказал, «Меда, я поступил неправильно, вы думаете, я бы это сделал? Если я люблю ее правильным образом, то я этого не сделаю». Правильно. А что если бы я сказал, «О, не могу этого сделать, потому что я скажу тебе, почему? Она со мной разведется, а у меня... О, я проповедник, видишь ли, что это тогда? Это заставит меня покинуть кафедру, если она со мной разведется. Разведенный мужчина, у меня трое детей, не могу себе такое представить, но, о, я... Если так обстоят дела, то ты все еще законник. Я женился на ней не на законическом основании, это незаконическое основание побуждает меня жить верно по отношению к ней, это потому что я люблю ее». Мне ничего не надо делать. Я делаю ей это охотно, потому что это любовь. И если вы любите свою жену, вы будете делать то же самое. И если вы так любите свою жену, любовью Филио, то как вы должны любить Христа любовью Агапа, которая в миллионы раз сильнее? Если вы действительно любите Бога, если бы я сегодня знал, что могу взять и напиться, если бы я сегодня знал, что могу распутничать и быть аморальным, если бы я сегодня знал, если бы у меня в сердце даже было бы желание так делать, я взял бы и сделал это, зная, что Он просит меня, я бы этого не сделал. Он мне слишком дорог, я люблю Его, безусловно. Конечно, вот почему я не продал бы свой опыт и переживание ни одной деноминации, нет, господа, ни Ассамблеем Божьим, ни Церкви Божьей, ни Пилигримом Святостям, Методистом, Баптистом, Пресвятарианином, Католиком, я не принял бы ничего, что предложили бы взамен на это переживание, потому что оно пришло не от человека, оно пришло от Бога, нет, господа, я не продал бы свои права первородства ни за какой рок-н-ролл за Пресли, или за его автопарк католиков, точнее, его козелаков, или его миллионы долларов и так далее, которые он получает каждый месяц, нет, господа, я люблю Его, если я пока люблю Его таким образом, я буду оставаться Ему верным, если Бог призвал меня, избрал меня, Он нечто вложил в меня. Я люблю Его, я вспоминаю мистера Айтлера, вы все его знаете, почти все, он приходил сюда, член Сената штата Индианы, приходил сюда, играл на гитаре, когда у меня умел ребенок, и жена умерла, и все они лежали здесь на задбище, я шел по дороге, руки за спиной, и плакал. Он выскочил из своего старого грузовичка, подошел, обнял меня рукой, сказал, Билли, я хочу задать тебе вопрос, сказал, я слышал, как ты проповедовал до того, что чуть ли не падал за кафедрой, слышал тебя на углах улицы, все такое, как ты кричал о Христе, теперь он забрал твоего папу, он забрал твоего брата, вырвал их обоих, и они умерли у тебя на руках, так и умерли, твоя жена умерла, держась за твои за руки, и твой ребенок умер, и ты взываешь, чтобы он помог тебе, а он повернулся к тебе сыну, и что ты о нем думаешь, я сказал, я люблю его всей душой и внутренностью, если он пошлет меня в ад, я все равно буду любить его. Он справедливый, я не просто говорю, 26 лет доказали это, правильно, а если вы любите его, не обязанность, что я не могу делать то, я не могу делать все, вы так сильно любите его, что делаете это, потому что он избрал вас, вы не избрали его, он избрал вас. Вы сказали бы, я все искал и искал, Господа, никто не ищет Бога, это Бог ищет человека, может быть, вы ищете у него благоволение, но Бог должен изменить вашу натуру, прежде чем вы даже можете искать его, потому что вы грешник, вы свинья, правильно, и некоторые из вас люди ходят в церковь и просто живут своим членством, берут и делают все мирское, а потом еще возвращаются и говорят, да, я принадлежу к церкви, но это далеко не значит, что принадлежите Богу, конечно, я не... Но, верите, люди это делают, можно определить, о, они хорошие члены церкви, это правда, можно быть членом церкви и по-прежнему делать такие вещи, но невозможно быть христианином и делать их. Как я сказал сегодня утром, старый ворон, если когда-нибудь и был лицемер, так это ворон. Правильно. Он и голубь сидели в том же самом ковчеге, сидели на том же самом насесте. И старый ворон был доволен, когда его выпустили, и он выбрался из той церкви, чтобы он мог отправиться туда и сесть на старую мертвую тушу и кар, кар, и поесть этого, поесть лошадь и поесть корову, и что бы там ни было, он был доволен. Но когда Ной выпустил голубя, он не смог найти покоя для своих ног. Он имел точно такое же право сесть на мертвое животное, как и ворон. Но это были две разные натуры. Одна из них, он с самого начала был голубем. Тот с самого начала был вороном. Но если вы заметите, старый ворон может сидеть там и полдня ест мертвечину. Голубь будет сидеть на поле и полдня ест пшеницу. И ворон может прилететь туда и есть пищу голубя. Сколько ему влезет? Он может съесть столько же пшеницы, сколько может ворон, сколько может голубь. Но он, ворон, может есть пищу голубя, а голуб не может есть пищу ворона. Правильно. Так что этот лицемер может приходить в церковь и радоваться, и восклицать, и прославлять Господа, и тому подобное, а потом возвращаться и наслаждаться мирскими вещами. Но заново рожденный христианин не может этого делать, потому что любовь Божья принуждает его до такой степени, что он не может этого делать. Так что если вы христианин только из-за того, что присоединились в церкви и перестают сделать то и все, а в вас то же самое желание, а вам нужна еще одна чистка. Совершенно верно. И вы женщины, которые могут надеть эти шорты и прямо здесь на улице, а потом называть себя верующей. Вы верующая, но вы, может быть, не кудышный ее пример. Если бы вы действительно имели в своем сердце Христа, то вам не надо было бы думать о таких вещах. Мне не важно, что делают остальные женщины, что делают остальные девушки, вы были бы совсем другими, потому что вы слишком сильно любите Христа. Я недавно разговаривал в одном доме с одной женщиной, и она вкинула руки и вот так сказала, «Почти на бронхом, здесь у тебя дома, я чуть ли не голая хожу». Я подумал, «Стыт и срам?» «У тебя же дома, мне не важно, где вы». Правильно. Одевайтесь и ведите себя как женщина, как надлежит леди. Позор вам. Но вы продолжаете, и Библия говорит, «Если вы любите такие вещи, мерзкие вещи, то любви Христа даже нет в вас. Если вы любите Господа просто всем своим сердцем, всей своей душой, всем своим разумом, то вы будете держаться подальше от всех мерзких, отрасительных вещей». Правильно? И ты, дьякон, и вы, другие тут, которые выбегают на улицу и разевают рот и глазеют на каждую из таких женщин. Позор вам, и потом называете себя сынами Божьими. Я знаю, что это обжигает, но лучше быть обожженным, нежели потом сгореть там навсегда. Так что, если вы делаете все это, ничего не поделаешь. Если женщина идет по улице полуголая, вы, если глаза открыты, вы обязательно ее увидите, но вы можете отвернуть голову. Библия говорит, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. «Позволь мне кое-что сказать тебе, сестра дорогая, ты будешь отвечать, меня не волнует, вы можете быть чистыми, как лилия». Может, вы на самом деле никогда в жизни не совершали такого рода грек, амральный грек. Но если вы так одеваетесь, что вы будете отвечать на суде за совершение прелюбодяния с каждым мужчиной, который на вас так посмотрел, так говорится в Библии, и идете по улице, кто виноват? Мужчина, нет, господа, вы, вы представили себя таким образом. Женщина занимает важное место, это священное, замечательное, чудесное место, но она должна хранить себя таким образом, чтобы выполнять свое служение, так, как ей должно, как мать, как женщина, и с женственностью, когда подорваны женские ценности и рушатся опору любой страны, и по этой причине наша страна сегодня разрушена, и за аморальности наших женщин. Совершенно верно. Конечно. Эта испорченность среди нас все разрушает. Что вам нужно, так это вздетится один раз с этим милкой Сидеком. Аминь. И пусть он, пусть он благословит вас и даст вам вино и хлеб. Вечную жизнь. Тогда вы будете видеть все по-другому. Тогда вы будете совсем по-другому. Вы не захотите, чтобы ребята присвистывали вам, как койот, как волк, или как вы там называете. Конечно нет. Вы будете совсем другими. И вы еще хотите мне сказать, что вы так одеваетесь и выходите туда с какой-то другой целью. Вы скажете, если так прохладнее. Не надо сказки рассказывать. Так не прохладнее. Наука доказывает, что так не прохладнее. Это, это поход, который я нашла на тебя, сестра, ты этого не осознаешь. Я не пытаюсь обидеть вас, но я стараюсь предупредить вас. И многие, нравственная женщина, такая чистая, какой только может быть, милая лезь, и выходит вот так в таком на улице, не осознавая, не зная, что она делает. Потому что какой-то отпадший проповедник боится, что ваш муж больше не будет платить десятину в церкви. Если бы он когда-нибудь встретился с этим, то он не думал бы о таких вещах. Он проповедовал бы Евангелие. Даже если бы это шкуру на них сошло, он все равно проповедовал бы его. Совершенно верно. Вы делаете это, и вы делаете это, потому что дух похоти, который на... И вы, мужчина, который позволяет своим женам делать такие вещи, у меня на вас мало надежды, как на мужчин. И это так. Правильно. За это нет комплиментов, потому что... Точнее, никаких извинений, потому что это правда. Любой мужчина, который позволит своей жене выйти на улицу и так себя вести, брат, тогда тебе пора одеться в ее одежду. Правильно. Ты... Еще бы. Да-да. Я не говорю, что моя жена не сделает этого, но мне придется изменить и стать испрощенным по сравнению с тем, какой я сейчас, если я буду жить с ней, пока она так делает. И это совершенно верно. Мои дочери, может, они это будут делать, когда станут женщинами. Я не говорю, что они не будут. Я не знаю, это зависит от милости Божьей. Я надеюсь, что они не будут. Если да, то они будут попирать молитвы праведного отца. Они будут попирать жизнь того, кто старался жить правильно, если они когда-нибудь будут это делать правильно. Я хочу жить правильно, учить правильно, быть правым и наставлять их правильно. Если они будут это делать, то они будут пробивать себе дорогу вас поверх моего проповедования и поверх моего Христа и помимо моих предупреждений. Правильно, если они будут это делать. Конечно, верно. Позор вам. Если вы когда-нибудь встретите с Христом лицом к лицу, и Он благословит вас, и возложит поцелу и одобрение на ваше сердце, то все бесы ада никогда не заставят вас снова одеться в такое правильно. Вы изменились от смерти к жизни, и ваши чувства направлены к Вышнему, а не к земному. Аминь. Я лучше оставлю эту тему, довольно щекотливая. Ладно. Но это истина. Хорошо, продвинемся сейчас еще чуть дальше, потом закончим. Получающие десятину священства из сынов Левиных и имеют заповедь. Брать по закону десятину с народа твоих со своих братьев, хотя и сеги произошли от шресла Аврамовых, но сей, не происходящий от рода их, который получил десятину от Аврама и благословил имевшего обетование, без всяких же прикословий, меньше благословляется большим. И здесь десятину берут человеки смертные, а здесь имеющие о себе вредство, что он живет. И я, и, так сказать, сам Леви, принимавший десятину, принимавший десятины в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в шреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Ваше отношение ко Христу окажет огромное влияние на то, какими будут ваши дети. Ваша жизнь, в которой вы живете перед своей семьей, окажет влияние на то, какими будут ваши дети, потому что Библия говорит, что он будет наказывать детей за беззаконие родителей до третьего и четвертого родов. Итак, еще несколько минут перед заключением. И, итак, если бы совершенство, вот вам опять совершенство, достигалось посредством левицкого священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона, именоваться. Закон, законник. Понимаете? О, тебе надо делать это. Если не делаешь этого, ты не христианин. Если ты не соблюдаешь субботу, если ты не... Если ешь мясо, если делаешь все это, все эти законческие понятия, и ты должен ходить в церковь, если не будешь ходить, поплатишься за это, ты должен совершать мгновенную. Все это вздор. Вы спасены по благодати Божьей, по предузнанию Божьему, по его предопределению. Бог призвал Авраама по предопределению, по предузнанию. Он призвал... Он, вот, ненавидел Исава и полюбил Иакова еще до их рождения. Правильно, это Божье предузнание знает все это. Вы скажете, тогда что только приведет Евангелие? Теперь я скажу вам вот что. Павел ответил на этот вопрос, или, вернее, Иисус. Вот Иисус. Он сказал, царство небесное подобно человеку, который пошел на этот, на пруд или озеро, и забросил невод. Он вытащил. У него там были черепахи, водяные черепахи, у него были смеи, у него были ящерицы, у него были лягушки, у него были пауки, у него были падальщики, у него... У него была рыба. И так он просто ловил неводом. Это подобно Евангелию. Это происходит сейчас. Я проповеду Евангелие. Я просто забрасываю невод, я вытаскиваю его. Я говорю, все желающие, кто бы ни был, пусть приходят. Вот некоторые подходят к алтарю, они все собрались у алтаря, они молятся, плачут. Я не знаю никого из них, это не мое дело, я не был послан судить. Но некоторые там являются лягушками. Некоторые ящерицами. Некоторые змеями, некоторые черепахами, а некоторые рыбой. Не мое дело судить. Я говорю, отец, вот что я вытянул. Но лягушка была лягушкой с самого начала. Паук, старый паук, посидит там и оглянется чуток по сторонам, и выпущет свои большие глаза, глянется и скажет, ты знаешь что? Я этим уже сыпь по горло. Шлеп, 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 шлеп. И пошли. Старая лезть змея поднимет голову и скажет, ну, ты знаешь что? Если они так и будут проповедовать, просят ношения, шорты и прочего, это меня достает, так что пойду-ка я подальше от этой кучки чутокунов. У них, наверное, ничего больше нет, ты была змеей с самого начала. Совершенно верно. Да. А вот сидит этот старый мистер жаба, с такой большущей сигарой во рту, как безрогий техасский волк, встанет там и оглянется и скажет, ну, я никогда не чувствовал осуждения, когда курил. Я сейчас же убираюсь отсюда, ведь ты старая лягуха, ты была такой с самого начала, совершенно верно. Это точно так. Ваша натура проявляет, кто вы такие. Ваша жизнь показывает, отражает, кто вы такие. И в начале... Мне это нетрудно увидеть, вам это нетрудно увидеть. Если бы я поехал к Роюслотеру, к фермеру, сидящему здесь, и увидел свиней на навозной куче, питающихся навозом, то я бы ничего плохого об этом не подумал, это свинья. Но если бы я увидел ей гнёмка на той навозной куче, я бы удивился. Понимаете? Не беспокойтесь, вы его там не увидите. Он просто терпеть этого не может. Правильно. И человек, рождённый от Духа Божьего, ненавидит мирские вещи. Правильно. Ибо если вы любите мир или дела этого мира, то любви Божьей даже нет в вас. Если бы я каждый день бегал за женщинами, приходил бы и говорил своей жене, что я люблю её, она бы знала, что я лжет. Мои действия говорили бы громче, чем мои слова. Конечно. Я доказывал бы ей, что я её не люблю, потому что я не был ей верен. Если бы она говорила мне, что любит меня, а каждый раз, когда меня не было бы дома, уходила с кем-то другим, это доказывало бы, что она меня не любит. Правильно. Её действия доказали бы. Мне не важно, сколько бы она старалась говорить мне, Билл, я люблю тебя, и на встрече нет никого, помню тебя, я знал бы, что она лжёт. И когда вы пытаетесь говорить, Господь, я люблю тебя, делай сибирские вещи, и Бог знает, что вы лжет с самого начала. Так что зачем? К чему принимать какое-то половинчатое переживание или что-нибудь подобное, когда великие небеса полны реального? Зачем вам быть несчастным, притворяющимся, половинчатым, недопечённым, так называемым христианином, когда вы можете быть настоящим, заново рождённым чадом Божьим с небесными колхами радости, звенящими в вашем сердце, радующимся и прославляющим Бога, и живущим победоносной жизнью через Иисус Христа? Не пытайтесь делать этого сами, потому что вы с самого начала неудачник, но возьмите его, это его слово, и стойте на том, что он сказал, как истину. И верьте ему, и любите его, и он сделает так, чтобы всё соответствовало вам так, как надо. Это точно. Вот в чём мысль. Да благословит вас, Господь, не хочу ругать вас. Но, брат, лучше получить небольшой нагоняй. Вы мои малыши, понимаете? И любой папа, который любит своих детей, непременно будет поправлять их, иначе он не такой папа, как им должен быть. Правильно? Верно. И у этого папа есть только одно правило, это домашнее правило. И у Бога есть только одно правило, и это его слово. Если мы поверили его слову, тогда мы будем жить его словом. Это наша обязанность, если мы встретились с Богом. Не потому, что вы говорите, но, я хожу в церковь, и мне надо делать это. Вы несчастны, и не делайте этого. Зачем вам быть несчастной, измученной, безбожной вороной? Когда вы можете быть голубем? Конечно. Просто у вас должна измениться натура. И изменить свою натуру вы становитесь сыном и дочерью Божьей, и находитесь в мире с Богом. Иисус, то Иисус, чтобы осветить людей своей собственной кровью, пострадал вне врат. Вот Евреям 13, 12 и 13. Римлянам 5, 1. Поэтому, оправдавшись верою, не рукопожатием, не водным крещением, не возложением рук, не воскресанием, не говорением на языках, не каким-то ощущением, но оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы перешли от смерти к жизни и стали новыми творениями, потому что мы уверовали в Единородного Сына Божьего, и приняли Его как Своего личного Спасителя, и сегодня Его кровь действует в качестве умолчения за наш грех, чтобы стоять вместо нас. В Ветхом Завете было только одно место для общения, это было под кровью. Каждый верующий должен был подходить под кровь. Когда убивали рыжую телицу, она предназначалась для жертвы за грех. Она должна быть рыжей, и 19-я глава Исхода, если кто-нибудь из вас хотел бы это прочитать, ее должны были взять, копыта, все сжечь вместе. А потом из-за этого приготовилась очистительная вода, она ставилась за воротами, и это должно было делаться чистыми руками. Кровь этой телицы несли перед собранием, и семь раз окропляли ею дверь. И теперь каждый оскверненный человек, подходя, должен сначала распознать и увидеть эту кровь, и осознать, что общение происходит только под этой кровью. В действительности, это единственное место, где поклоняющийся мог официально поклоняться, то есть под кровью. Потом, первое, что он должен был сделать, прежде чем он мог подойти под кровь, его должны были окропить этой очистительной водой. И неочищенный становился чистым. И они брали очистительную воду, и окропляли ею пришельца, и отделяли его от его грехов. И тогда он проходил под этими семью полосками крови, и имел общение с остальными верующими в присутствии Божьем. Есть только один способ, как это сделать. Не рукопожащиеся в непростоянном церкви, не крещениями, не эмоциями, но подходите к очистительным водам. Кладете верою руки на голову Иисуса, и говорите, я грешник, и ты умер вместо меня. И что-то во мне говорит мне, что ты простишь мне мои грехи, и я сейчас принимаю тебя как своего личного спасителя. Если подходите туда под кровь, и имейте общение с детьми Божьими. Именно так. Едите хлеб и пьете вино, и имейте общение с церковью. О, разве он не чудный? Разве он не благ? Это может себе показаться странным, друг. Но для чего я стою здесь и говорю все это? Говорил бы я это, пытаясь отличиться от кого-то другого? Если так, тогда мне надо каяться. Я говорю это, потому что Бог это сказал, потому что это Божье Слово. И послушайте, наступает время, и уже наступило, когда люди ходят от востока до запада, пытаясь найти Слово Божье, и не могут найти его. Когда приходишь на собрание, первое, что делают, ходишь туда, и там куча языков и толкований, и кто-нибудь поднимается и все время цитирует Писание, и это плоткое. Абсолютно. Бог сказал, чтобы мы не говорили лишнего, то что насчет Него? Если Он один раз это написал, верьте этому, Ему не надо снова это говорить. Языки и толкования, это правильно, но это должно быть прямым посланием к церкви или к кому-нибудь. Не просто плоткое и тому подобное. И потом у вас начинаются все остальные вещи. Тут недавно два человека вошли, и муж с женой, и еще один муж с женой, молодожены. Зашли в одно место, собирались поехать в Африку как миссионеры. Кто-то встал и сказал хорошество, и выдал языки и толкования, что они взяли жен друг друга, что так не должно быть, они женились не на том человеке. И те два человека развелись и заново переженились. Один мужчина взял жену от другого, а другой в ведущей пятизенческой динаминации, и поехали в Африку как миссионеры. Брат, когда ты даешь клятву, ты связан этой клятвой до тех пор, пока смерть не освободит тебя. Совершенно верно. Конечно, когда ты даешь клятву, она связывает весь этот вздор. И дошло до того, что когда приходишь к церкви, они или такие холодные, формальные и сухие, что духовный градусник покажет 10 градусов ниже нуля. Люди просто сидят, как прыщик на соленом огурце, с таким кислым видом и безразличные, сморшенные. А если услышать, как кто-нибудь там, в самом углу, может пробормочить время от времени, тихо, я... Аминь. Это будет задевать их. Они все вытянут свои шеи, как гусаки, чтобы оглянуться. Посмотрите, что случилось. Вы знаете, что это правда. Я не говорю это в шутку. Это не место для шуток, а это истина. Верно. Я говорю это, потому что это евангельская истина. А с другой стороны, получается куча вздора, куча разбушевавшихся плоских эмоций, и истина. Слово Божье, наконец, дошло до того, что редко можно его услышать. Стародавняя середина дороги Евангелия. Свет ты зима ей. Аллилуйя. Хрось, агнца, любовь Божья, которая отделяет нас от мирских вещей. Говорили ли ты на язык, как брат? Ты его не получил. Восплесал ли ты, когда почувствовал, как по свине прошелся холод? Видел ли ты огненные шары? О, вздор. Ничего подобного. Уверовали ли вы в Господа Иисуса Христа и приняли Его как своего личного спасителя? И Дух Божий свидетельствует вашему духу, что вы сыны и дочери Божьи, и ваша жизнь приносит плод любви, радости, мира, долготерпения, благости, кротости и смирения. Тогда вы христиане. Если это не так, то мне не важно, что вы делаете. Павел сказал, я мог бы отдать свое тело в жертву наслаждения. Я знал бы все тайны Божьи. Мог своей верой горы передвигать. Мог говорить на языках человеческих и ангельских. Я ничто. Как насчет этого? Первое Коринфянам 13. Выясните, верно это или нет. Теперь выясните, Коринфянам... По-моему, это 2 Коринфянам 13. Или же... Или... Первое или 2 Коринфянам... Это 1 Коринфянам. Будет правильно, 1 Коринфянам. Даже если я говорю языками человеческими и ангельскими, такими, какие можно истолковать, и такими, какие невозможно истолковать, я ничто. Тогда что толку играться с этим? Даже если я понимаю все тайны Божьи, зачем вы ходите в семинарии и пытаетесь столькому научиться? Вы лучше сначала примиритесь с Богом. Конечно. Даже если я... О, благословенно, Аллилуйя! Дошло до того, что невозможно даже собрать людей, если у тебя не будет исцелительная компания или не будет происходить каких-то чудес. Слабое или прелюбозейное покаяние ищет такого? Что вы от этого хотите? Павел сказал, что он мог делать всякого рода вещи, даже горы передвигать, все равно он ничто. Языки умолкнут, знания упраздниться, пророчества прекращаться, но когда придет совершенное, оно пребудет навсегда, а любовь — это совершенство. Бог так возлюбил мир, что дал Сына Своего Денародного, чтобы всякие, содрогающиеся, всякие трясущиеся, всякие говорящиеся, всякие... всякие верующие в Него, не погиб, но имел жизнь в Вечную Гею. Верьте этому, дети. Пытаются сделать это таким усложненным, все это и все то, тогда как все сводится к одному, к вашей личной вере в Бога. Вот так. Этим все сказано. «Ибо верой не чувством, верой не эмоцией, верой не ощущением, но верой вы спасены, и это по... потому что вы искали Господа, потому что вы были хорошим человеком, потому что Бог по благодати предузнал вас и предназначил вас к вечной жизни. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко Мне, если Отец Мой не привлечет Его, и всякому приходящему ко Мне Я дам вечную жизнь. Никто не может спасить их из руки Моей, они Мои, они навсегда спасены, они у Меня. Никто не может спасить их из руки Отца Моего, а Он тот, кто дал их Мне, они Мои дары любви. И всех, кого Он предузнал, Он призвал. Он не призывает человека, если он Его не предузнал. Всех, кого Он призвал, Он оправдал. Всех, кого Он оправдал, Он прославил. Так что, верите, мы просто в совершенном покое. Так вот, я знаю, что здесь много законников, 99% из вас, но послушайте, если вы просто возьмете это и осознаете, что я не пытаюсь сказать вам то, то вы скажете, «Ну, про Бромком, я всегда думал, что я должен делать это и должен делать то». И в этом такая разница, брат, в том, что ты должен делать и что ты хочешь делать. Вы спасены не потому, что вы имели к этому какое-то отношение. Вы спасены потому, что Бог спас вас прежде основания мира. Слушайте, послушайте. Библия говорит в Откровении, я хочу сейчас провести вас от начала до конца. Библия говорит в Откровении, что когда пришел зверь, он обольстил на земле всех. Нет, зверь обольстил. Он обольстил на земле всех, чьи имена не были вписаны в книгу жизни Агнца, с тех пор, как летелось пробуждение. Разве так правильно? Ну, с тех пор, как проповедник проповедовал мощную проповедь, с тех пор, как тот человек исцелился от основания мира. Где был заклан Иисус? На Голгофе, нет, господа. Иисус был заклан до основания мира. Боже, агнец Божий, который был заклан до основания мира. Бог вначале, когда Он увидел грех, Он видел, что произойдет, Он изрек Слово, и Иисус был заклан до основания мира. И каждый спасенный человек был спасен, согласно Библии, тогда, когда агнец был заклан в разуме Божьем до основания мира, тогда вы и были включены в спасение. Так что же вы для этого сделаете? Это Бог! Благословенно имя Господне! Это Бог действует! Не от желающего и не от подвижающегося, но от Бога являющего милость. Если Иисус был заклан до основания мира, то прошло четыре тысячи лет, прежде чем это произошло на самом деле. Но когда Бог изрек, это еще тогда каждое Слово Божье твердо. Оно неизменно, оно нераздельно, оно не может подвести. И когда Бог заклал Сына до основания мира, Он был тогда заклан точно так же, как и был на Голгофе. Это завершенное дело, когда Бог так говорит. И запомните, когда агнец был заклан, ваше спасение было включено в жертву, потому что Библия говорит, что ваше имя было записано в книгу жизни агнеца до основания мира. Что насчет этого? Так что же мы будем делать? Это Бог, являющий милость. Это Бог призвал вас. Это Бог избрал вас во Христе до основания мира. Иисус сказал, не вы, не вы избирали меня, я избрал вас. И я знал вас до основания мира. Вот вам, пожалуйста. Так что, понимаете, это забирает от вас страх. О, не знаю, смогу ли я дальше продержаться, и у меня получится, благослови Бог, только бы мне продержаться. Дело не в том, продержусь я или нет, главное, продержался он или нет. Дело в том, что он сделал, не то, что я сделал, что он сделал. Находится ли это под законом искупления? Вот одна небольшая вещь, которую я хочу сказать перед завершением. Что, если бы старая кобыла родила маленького мула? А у того маленького мула были бы надломаны оба ухо, он бы был бы косоглажен, колченогим, гремоногим, хвост стоял бы торчком. Какое ужасное на вид животное. Если бы этот маленький мул мог подумать, сказал бы, так, подожди-ка минутку, когда они сегодня утром выйдут из дома, уверяю тебя, меня точно стукнут по голове, потому что они меня и кормить не станут. Посмотри, какое я страшное существо. У меня нет никакой надежды. Что ж, это верно. У тебя нет надежды. Ну, я родился в этот мир, но посмотри, как я ужасно выгляжу. Так что у меня не будет никакой надежды. Я не выживу, мне не удастся выжить. Понимаете? Но что, если бы его мама на самом деле наставлена в законе? Она скажет, сынок, это так. Ты совсем плохо выглядишь. И ты даже не годишься на то, чтобы есть пищу на земле. Это верно. Ты не годен. Но, сынок, так или иначе, ты мой первенец. И знаешь, ты родился в правом первородства. И священник никогда не увидит тебя. Но ради тебя, вместо тебя, должен умереть невинный агнец без порока, чтобы ты мог жить. Что ж, этот маленький мул мог бы просто затопить копытом и веселиться. Не имеет значения, какой он, потому что его никогда не увидит судья. Я, священник, священник смотрит именно на агнца, не на мула, на агнца. И Бог смотрит на Христа, не на вас, на Христа. Так что, если в нем нет недостатка, то как же может быть недостаток? Как он может найти недостаток, когда вы умерли, и ваша жизнь сокрыта во Христе через Бога, запечатанная Святым Духом? Рожденный от Бога не грешит, ибо он не может грешить. Как он может грешить, когда вместо него лежит совершенная жертва? Бог смотрит не на меня, он смотрит на Христа, потому что мы во Христе. Так вот, если я люблю Христа, я буду жить с Ним. Он никогда не привозил меня, если бы он не знал. Если бы Бог спас меня сегодня, зная, что Он затеряет меня ровно через шесть недель, то Он действует во вред своей собственной цели. Верно. Тогда Он даже не знает будущего. Если бы Он спас меня, зная, зачем ему спасать меня, если Он знает, что потеряет меня? Бог не делает чего-то, а потом забирает назад несостояние и исполнит Своё обещание. Когда Он спас вас, это на всё время и вечность. Так вот, можно быть возбужденным и сказать, «О, да, благословен Бога, Аллилуйя, я говорил на Жиках, я воскресал, я получил его Аллилуйя». Это не значит, что ты его получил. Но, брат, когда что-то опускается вот сюда, и ты заякориваешься Христом, тогда тебя сопровождают плоды Духа. И мы сверечествуем наш Дух и Его Духу, что мы сыны и дочери Божьи. Пожалуйста, имейте это, друзья. Я продержал бы вас здесь всю ночь, говоря об этом. Я люблю это. Я люблю вас. Время от времени я буду возвращаться в эту маленькую ткеню, если Бог сохранит мой жизнь. Я хочу видеть вас укорененными и утвержденными в этой святой вере. Я не хочу видеть вас колеблющимися от каждого проходящего ветерка учения, и садраганги, и шумиха, и скромья на руках, или сынием на лице, или ещё что-нибудь, и видят перед собой какие-то огни, что-то эгоистичное, как Библия говорит, «Восгордился в тесу своём и ничего не видел». И это так. Я хочу, чтобы вы твёрдо стояли на Слово. Если это так, говорит Господь, «Стойте с этим. Живите с этим». Это у Рима, это у Мима этого дня. И Бог хочет, чтобы вы жили этим. Если этого нет в Слове, тогда забудьте об этом. И живите для Бога. Живите для Христа. А если ваше сердце начинает сбиваться с пути, вы знаете, что что-то произошло. Вернитесь к алтарю и скажите, «Христос, обнови мою радость, моего спасения. Даруй мне ту любовь, которая у меня некогда была». Она истекает, Господь, «Я не что сделал?» «Сделай меня снова святым». «Стойте». «О, Господь, я ничего не могу сделать. Я не могу бросить это и бросить то. Я вмираю на тебя, чтобы ты удалил это из меня, Господи. Я люблю тебя». И уходите от алтаря новым человеком во Христе Иисусе. Тогда вам не надо будет полагаться на свой церковь, полагаться на своего священника, полагаться на своего пастора. Вы полагаетесь на пролитую кровь Господа Иисуса. Благодатью вы спасены. Будем молиться. Господь, такие сильные учения. Пришло время этой небольшой церкви принимать мясо, а не молоко, Слово. Мы уже слишком долго сидели на молоке, давая младенцу бутылочку, но нам надо иметь твердую пищу, ибо тот день приближается. Очень опасные времена, совсем близко. И в дороге ждет еще больше трудностей. И мы знаем, что уже не будет лучших времен. Мы знаем, что мы в конце времена будут продолжать становиться все хуже и хуже, пока не придет и идут согласно Писанием. Мы ничего не можем обещать им в этой жизни. Но в будущей жизни мы можем обещать им вечную жизнь через свое Слово, если они поверят в Сына Божьего и примут Его как свое умилостивление, как того, кто встал на их место, как того, кто забрал их грехи. Даруй это сейчас. Пусть неверующие станут верующими, пусть церковные исповедники здесь сегодня все исповедовал религию и просто жил в церкви, пусть они получат переживание с Богом, чтобы в их сердце вошла такая любовь, что они будут рыдать о своих грехах, умру для самих себя и раздяться за нового Святого Духа, и будут кроткими и добрыми и любящими, и полными радости и благословений. Будут жить с такой жизнью, что они будут настолько солеными, что побудет окружающих их людей возжаждать быть такими, как они. Даруй это Господь, и мы просим об этом, пойми его и с соленными головами. Я хотел бы сейчас знать, будет ли здесь кто-то, кто сказал бы про Брандтам, если бы в то время я был взвешен на весах Божьих, то я никогда, никогда, никогда не смог бы соответствовать тому условию, о котором ты говорил сегодня вечером. Я хочу, чтобы это вспомнило меня в молитве, чтобы я изменил свои пути, чтобы Бог вошел и удалил из меня этот взор и сделал меня настоящим христианином. Не поднимете ли вы руку для молитвы? Если желаете, добрусловит вас Бог, добрусловит вас Бог, добрусловит Бог вас там сзади, добрусловит Бог вас, добрусловит Бог вас, добрусловит Бог тебя, скрупный брат, добрусловит Бог тебя, сестра. Святый, 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 Господь Саваоф. Небо и земля полны Тебя, небо и земля валят Тебя. Ты, Вышний Бог! Когда вы сейчас размышляете, молитесь, если вы чувствуете осознание того, что вы были неправы, и вы хотите быть правыми, не поднимете ли вы просто руку, говоря, «Боже, сделай меня таким, каким я должен быть, чтобы свой Бог вас не есть». «Боже, сделай меня таким, каким мне следует быть, дам свой Бог Тебя, братцы и сестра, вас, вас, вас вот здесь. День на исходе. Я знаю, что это жестко, друзья, но лучше знать истину сейчас. Теперь тихо молитесь. О, Его, Святый, 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 Господь, только Он, Святый, Святый, Господь, только Он, Святый, Святый, Господь, Небо и земля полны Тебя. Небо и земля хвалят Тебя, где Вышний Бог. Небесный Отец, когда вечером садится солнце, малиновки собираются на деревьях со своими семейками. Все птицы направляются к своим гнездам. Голуби взлетают в высоко солна провода, чтобы ночью змеи их не беспокоили. Они сидят там и ворхуют друг к другу, пока не уснут. Солнце, наконец, заходит. Однажды у нас наступит такой час. Произойдет заход солнца. Я не знаю, когда, Господь, но здесь сегодня вечером есть люди, которые стали убеждены, что они были неправы. И они хотят прийти к такому состоянию, в каком был Линкольн, когда он умирал. Сказал, повернись мое лицо к заходящему солнцу. И он начал, отче наш, сущий на небесах. Как Муди в прежние времена сказал, это смерть? Это день моей коронации? О, вечный! Прими их прямо сейчас верою, когда они сидят там на своих местах. Ты постучался в их сердце на том месте, это их алтарь. Пришло время, чтобы ты принял их прямо сейчас. Ты сказал, приходящего ко мне, я не изгоню вон. И однажды, когда будет садиться солнце, жена или муж будут стоять у кровати, врач уйдет. О, святый, святый! То прекрасное, сладостное затишье, прямо перед заходом солнца. Когда мы могли бы подняться и сказать, солнце зашло, взошла звезда, я слышу ясный зов звучит, и пусть не будет скорби в день туда, когда настанет миг уйти. О, Боже, даруй это им в этот час, пока они ждут, ожидают, чтобы на них сошло благословение Божье. Забери от них всякую вспыльчивость. Все мирское и сотвори в них новое сердце. Ты сказал, я выну старое сердце и вложу сердце плотяное. Я вложу в то сердце мой дух. И будут ходить в заповедях моих, и уставы мои будут соблюдать, потому что это постановление любви, а не обязанности. Это по любви, и любовь вынуждает нас делать это. Это долг любви, побуждает нас, наша обязанность следовать за любовью. Я молю, Боже, чтобы ты дал это каждому сердцу, которое подняло сегодня руку. А те, кто не поднял свою руку, пусть они сейчас по благодати поднимут свои руки, чтобы принять себя, и наполнятся твоим духом, таким кротким, сладостным птицем, смиренным образом, и быть наполненными благодатью, выйти отсюда измельненным человеком, ведь птицы запоют совсем по-другому, и все будут другими после этого часа. О, Господь Всевышний! Святый, 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 Господь Земли! Небо и земля полны Тебя, Небо и земля валят Тебя, Всевышний, Мол, Бог. Теперь, страни в свои головы, вы, кто поднял свои руки, чтобы вас вспомнили в молитве, чувствуете ли вы, что Бог сейчас проговорил к вам таким образом? Не через эмоцию, но просто что-то глубоко в вас. Вы чувствуете, что Бог дал вам вечную жизнь? Вы чувствуете, что выйдете сегодня вечером из церкви со всем другим человеком? Не поднимете ли вы сейчас снова свои руки? Заблагословит Тебя, Бог, Сынок. Заблагословит Бог Тебя, брат. Заблагословит Бог Тебя, Сестра, благословит Бог Вас. Правильно? Сегодня я выйду из этой церкви новым человеком. Новорожденные младенцы, в Царстве Божьем, что произошло? Я знаю, что существует порядок выхода к алтарю. Это методистский алтарь. Я имею в виду методистский порядок. Он был установлен в методистской церкви во времена Джона Веслия. В цеплистке времена такого никогда не было. Те, кто уверовал, прилагались к церкви. Вы можете уверовать, где бы вы ни были, в поле, на улице, где угодно. Где угодно, не имеет значения. Вам только надо принять Христа как своего личного Спасителя. Это действие Святого Духа, который входит в ваше сердце. Когда вы верите Ему, принимаете, вы перешли от смерти к жизни, и вы стали новыми творениями во Христе Иисусе. Не пройди, Иисус, меня ты. Станьте сейчас на ноги. Не остыня. Слыша, Люд, мольбой объятный. Не пройди. Теперь я хочу, чтобы этот молодой человек и леди, которая, как я понимаю, его жена, которые подняли руку, я хочу, чтобы вы еще раз подняли там сзади руку, сынок в красном биджаке и леди, что они приняли Христа как своего личного Спасителя. Молодой человек, сидящий здесь в одновленной коляске, принял Христа как своего Спасителя. Почувствовал, что Бог спасет его и другие там, скажете, кто поднял свои руки. Поднимите их еще раз, чтобы люди увидели, имели с вами общение. Пожмите им руку, кто-нибудь стоящий рядом с ними. Скажите, это вот стоит Тебя Бог. Добро пожаловать в Харство Божье, мой брат, моя сестра. Общение. Вот чего мы хотим, то стоит Бог. Пожмите руку вот этому молодому человеку в коляске. Да пребудет с ним Господь. Правильно, мы приглашаем вас в общение Святого Духа. Если вы еще не были крещены и желаете креститься, то пройдите и скажите об этом пастору. Сегодня вечером в бассейне даже есть вода, если вы хотите принять крещение. Все готово. У вас все равно было крещение. Но бассейн готов. Если кто-нибудь хочет креститься, Библия говорит, покайтесь каждый из вас и креститесь вы имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов, и вы получите дар Святого Духа. «Ибо обетование принадлежит вам и детям вашим, и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Вы любите его? Поднимите руку. О, разве он не чудный? Как вам нравится это? Послание к евреям. Вы любите его? О, чудесно. Так вот, оно исправляет. О, оно строгое. И прямое. Но мы это любим. Именно таким мы хотим его иметь, а по-другому никак его не имели бы. А вы верите, что у Павла была власть проповедовать это таким образом? Павел сказал, если бы ангел пришел и проповедовал какой-то другой Евангелие, то да будет он проклят. Правильно? Так что мы любим его всем своим сердцем. Теперь я хочу попросить пастора пройти сюда на минутку. Нашего драгоценнейшего брата, брата Невилла. И он что-то скажет вам? И теперь, если воля Господа, мы увидимся в среду вечером и договоримся насчет того, чтобы сходить на вечернее собрание брата Грейма Шнеллинга. А потом будем здесь продолжать проповедовать по седьмой и восьмой главе, в следующую среду вечером. Брат Невилл. Продолжение следует...